А в воскресенье православные христиане отметили праздник Святой Троицы. Во всех храмах проходили праздничные богослужения. А жители деревни Верхний Багряш отмечают праздник Троицы вот уже седьмой год подряд большим фольклорным мероприятием. В этом году его сделали в районном масштабе. Народ должен знать свои корни и те, кто знает свои корни, откуда произошли предки, тем он сильнее. В нашем районе поддерживают все виды национальных культур и Криошензайнского района. Я думаю, что это объединяющим является для нашего района. Поздравил гостей, участников праздника и председатель общества Криошензайнского района Иван Яковлев. Праздничное фольклорное представление подготовили коллективы отдела культуры ДК Верхний Багряш и РДК. Гости же собрались не только из нашего района, но и соседних городов и деревень. Сегодня очень даже интересно вообще. И как сабантуй вообще. И народу много, и погода хорошая как раз. Очень праздничная. День Святой Троицы или Пятидесятница – один из самых близких русским людям христианских праздников. К этому времени Троица отмечается на 50-й день после Пасхи. Отсюда и одно из названий. Пятидесятница. Окончательно просыпается природа. После долгой зимы начинается новая полноценная и полнокровная жизнь. Полы храмов устилают свежескошенной травой. Стены украшают березовыми ветками. Это символ начала обновления, символ начала всего. Все это было отражено в представлении артистов. В этом году строители праздника решили сделать его более широким. В сценарий были включены элементы национальных состязаний и игр народности кряшин. Национальная борьба, скачки, развлечения для детей, бойка и торговля – всем этим была отмечена Троица в деревне Верхний Багряш. Продолжение следует...